и этот урок мы посвятим с вами тюльпану получается раз как видите если неправильно сделать это движение вы можете удариться подвздошными костями вы можете сильно удариться коленями вы можете грудью удариться поэтому сейчас буду рассказывать технику исполнения и технику безопасности во первых мы делаем вот такую форму корпуса да вы начинаете растягивать вот эти части бедер таз ягодицы зажимаете то есть вы делаете свой корпус от колен до макушки например вот такое выгнутая и соответственно вот эта лодочка ваш при переносе веса тела на руки на грудь вот этот конец вы начинает приподнимать вот такая она была вот так приподнимает тем самым вы получается так поднимаете в воздух подвздошные кости соответственно по не касаются это движение называется рогатка нога начинает идти по полукругу во фронтальной плоскости плоскости параллельно зеркал я веду ногу длинную удлиняю я вот это место увожу вперед не проседай им вниз это нужно для того чтобы нога казалось длиннее при этом я не сижу на руке да я удлиняюсь плечевой пояс у меня свободный трапеции расслаблены не зажаты я начинаю вести длинную ногу удлиняю ее от бедра максимально тянув вдаль по ощущениям как будто моя нога в два раза в три раза длиннее чем она есть на самом деле итак я начинаю вести по фронтальной плоскости плоскости параллельно зеркалу вот так веду 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 после этого моя нога опускается аккуратно мягко я контролирую опускаю никогда не стукаю я контролирую да и сгибаю вторая нога накрывает первую при этом вот здесь я снова подтягиваю вытягиваю наверх это классические вариации фризов что там будут делать ноги как вы будете заходить и как вы будете сходить зависит от вашей фантазии показываю несколько вариаций например другой заход сейчас получилось на фристайле другой заход и другая форма я сделала анлер завела ногу и оставила ее здесь дальше например другая форма в самом фризе просто вот такая или согнутые обе просто другая форма ногах было другой выход ну я думаю логика ясна то есть вы дальше можете все миксовать друг с другом придумайте одну позировку и дальше придумаете вторую позировку запомните их и попробуйте абсолютно разными волнами выйти из первой позировки во вторую или вот я стою здесь вышло или вышло за счет одной волны это делаю а также вы можете попробовать делать это за счет двух волн например я была здесь мне нужно выйти сюда и я делаю вот так я выхожу сюда выхожу сюда видите я делала промежуточную фазу в ней поменяла волну и вышла уже в конечную позицию первая доля самая сильная это кик это ударом эта бочка от нее соответственно все начинается целая доля является как раз таки размер у нас счет такой вот от первой сильной доли до первой сильной доли следующего такта 1 2 3 4 1 2 3 4 если считать восьмими то это будет соответственно раз два три 4 5 6 7 8 и снова соответственно новый так у нас соответственно если мы ведем счет четвертыми либо восьмыми 1 3 5 7 доли это соответственно у нас нечетно это сильная доля четные 2 4 6 8 это нас будет club snare это у нас будет малый барабан звонкий инструмент очень сильный звучит он но является малым барабаном соответственно не является сильной доли поэтому и у нас счет мы берем так 4 четверти такта мне так проще говорить мне так удобнее говорить также как и вести счет соответственно допустим 1 2 3 4 они 5 6 7 8 только если вступать новый так поэтому раз два три 4 это то с чем мы будем работать и тут момент такой в плане ритмики то есть здесь очень много нюансов есть очень многие люди стараются держать ритмические рисунки и самая главная основа фундамент именно вести счет получается так что многие не слышат не имеют чувство ритма чувство такта это нормально здесь много разных упражнял от может быть плане тактильных ощущений и как речевой аппарат у нас работает чтобы мы могли попадать нежели чем соответственно приходите именно переходить к движениям телесным поэтому проще будет какие-то моменты соответственно себе так скажем давать поддержку какую-то поэтому проговаривать надо и трогать себя что-то что угодно то есть чтобы можно было почувствовать это почувствовать ударные инструменты почему я говорила что вы можете вот эти рутины которые я вам даю использовать очень долго это же просто как материал да как расходник а вы берете его по-разному интерпретируете да например ту же самую рогатку вы можете по-разному вертеть крутить постоянно вариации придумывать находить новые детали в волне да помните я когда вам даю обратную связь я всегда говорю вот здесь в принципе волна правильная вариант нормы но если ты хочешь сделать более детализированно и вот так начинаю обратную связь я не знаю может кому-то из вас говорила так более она кивает ли я не говорил вот то есть по сути все правильно но вы просто можете каждый раз по-разному это исполнять и в этом заключается разнообразие вот плюс в этом заключается более интересная жизнь танцевальная в рамках вашего процесса отлично очень неплохо вот тут начинаешь тянуть голову теперь можешь плечевые суставы оттянуть потом грудь то есть плечевые суставы и наверх потолку оттягиваются счет разгиба локтей и за счет сохранения статичности грудного отдела еще следи за стопами видишь они немножко не дотянуты в целом волны вал до сохраняешь статику грудного отдела и оттягиваешь суставы вниз к полу но если вообще в целом посмотреть это движение то это выведение плечевых суставов вперед да 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 это она это она молодец умничка да умничка да вот здесь видишь недорабатывают плечевые суставы это необязательно но ты можешь это делать для этого разводи лопатки оттягивай сустав молодец там в целом вау это оно а выучив хоть все движения в танцевальном мире вы танцевать не научитесь самое важное эти движения исполнять наполнять и соединять между собой вот сегодня сейчас на этом уроке я поговорю с вами про виды соединения движений в классическом фреймапе превалирует тип соединения движений называется изоляция не путайте с изоляцией частей тела друг от друга это другое